Есть события и имена, без которых история страны была бы неполной. Мы продолжаем рассказывать о наших земляках-героях Великой Отечественной. Ветеран войны Евдоким Егоров в этом году отметит свой 101-й день рождения. Он с удовольствием принимает гостей. Евдоким Егоров еще в молодости отличался крепким телосложением. С 14 лет наравне со взрослыми работал на железной дороге. В 1939 году ушел на срочную службу в Хабаровск. Высокого и сильного парня заметили. Отобрали из тысяч молодых людей для строительства подземного железнодорожного туннеля. На секретном объекте, стройка номер 4, трудились более 5000 человек. Все с подпиской о неразглашении. Служба закончилась в 1941 году. Но домой Евдокиму Егорову вернуться так не удалось. Когда началась война, нас выстроили. Все пишем, то провольно поедем. Покажем немецам. Всю войну Евдоким Егорович прослужил в 96-м отдельном восстановительном железнодорожном батальоне. Так от железнодорожного войска, это бой не пускали нас. Только со сады попали. Строить надо железнодорогу. Мосты строить надо. В Рубниях был. В Венгриях был. На территории СССР гитлеровцы разрушили 26 из 54 железных дорог до военной сети. И частично повредили 8 магистралей. Военные железнодорожники восстановили в общей сложности 90 тысяч километров путей. Построили более 70 тысяч километров линий связи и других сооружений. Работать приходилось день и ночь. В условиях непрерывной бомбежки и обстрелов. И даже после двух контузий и ранения в ногу Евдоким Егорович не демобилизовался. Работал на строительстве железнодорожных путей. Часто с оружием в руках защищал стальные коммуникации и родную землю от врага. Сижу. Один перешел с железной дороги. Вот это я никогда не забуду. Перешел и сидит. Думаю, одному я все равно усиливаю, застрелю. И шотоваю перешли. Уже у них трое. Я смотрю, опундирование немецкий. Автомат немецкий. По-русски разговаривает. Только тихо-тихо. Ну, думаю, как сюда придут попутно мне. Я там же сижу. Вот тогда у меня сердце стучит. Меня самому слышно. День Победы Евдоким Егорович встретил недалеко от Праги. Но в родную деревню Напольные Котяки Канажского района вернулся лишь в 1948 году. Самым последним. Евдокима Егорова наградили орденом Отечественной войны второй степени. Медалями за боевые заслуги, за взятие Будапешта, за победу над Германией. Сейчас свои сто лет. Евдоким Егорович бодр и весел. Сам читает газеты, без очков. Интересуется всеми новостями. Много шутит и очень любит принимать гостей.